Всем привет! Сегодня еду в порт забирать очередную Теслу. Сейчас покажу, что я буду брать с собой. И те, кто догадался, можете написать в комментариях, для чего это всё. Как раз бокс в BID пригодился. Сюда поместились как раз все предметы, которые нужны. И самая главная деталь, это вот. Те, кто имел дело с Теслой хоть раз, я думаю, догадались, что это такое. И не болтаются по багажнику. Он приехал в порт. Для того, чтобы получить машину, сначала забираем вот такой пакет документов. Это передается через капитана корабля. Здесь все документы на машину. И дальше уже идем оформлять. Так, ну вот красотка, за которую мы приехали. Заявка. Дверь у нас вмята. Ну это было. Порожек немножко. С одной и с другой стороны. Дверь вторая. Так, вроде новых повреждений не получила. Вроде более-менее. Всё, сейчас пробую открыть. Тесла полностью разряжена. Сейчас будем пробовать зацепить ее на буксир и выкатить из порта. Это оказалось довольно большой проблемой. Всё, катим на буксире. Всем, кто видит со стороны, скажут, небось, опять это говно электрическое поломалось и надо его толкать. Уехал из порта. Машина на эвакуаторе сейчас уже подъезжает в малярку, где сейчас проведем уже более тщательную дефектовку. Не смог я на ней уехать по определенным причинам, о которых сейчас расскажу, когда подъеду уже к машине, встречу ее с эвакуатора. Еду на нашем BYD, верный и комфортный помощник. Маленькие у меня тут ремонтники с собой, поэтому не переключайтесь. Сейчас расскажу и покажу, какие есть нюансы у рестайлинговых тесел, если будете вдруг заказывать. К вопросу о том, как нужно восстанавливать правильно машины, вот подушки все берутся новые, оригинальные. Это для сидушки и шторка. Ну и вот приехала, сейчас будем выгружать. Основной нюанс рестайла в том, что батарейка литивая, вот она маленькая стоит. И у нее есть своя память, она блокируется при ДТП. Если краждату не почистить, то она заново не заработает. И если три месяца она будет обесточена от большой батареи, ее можно выбросить. И обычный аккумулятор сюда уже поставить нельзя. Так, сейчас покажу, как выглядит машина, которую отработали по страховой, скорее всего. Вот здесь удар по стеклу сделан якобы от капота, который открылся. Красочку здесь ободрали. Но капот у нас целый абсолютно. Если бы он открылся, он бы был немножко другой формы. И здесь удар. Наверное, просто молотком стукнули там и там. И немножко ободрали краску. Ну, как будто у нас разбито от капота. И все, и машину списали из-за этого. Ну, не только из-за этого, конечно. Дополнительно, скорее всего, чтобы побольше денег, наверное, выплатили. Чтобы открыть разряженную Теслу Рестайлинг 22 года и позже, нужно два провода сначала подкинуть аккумулятором. Бустер не справляется с этим. Поэтому нужно просто 19-вольтовый аккумулятор. Далее у вас откроется капот. И под капотом у нас фильтр большой. Я его уже снял. Он крепится на двух болтах, на 10. Вот здесь и вот здесь. Аккумулятор у нас литиевый, маленький. Здесь клемм, как таковых, нет. Клемм вот у нас идет красный. Болт защищен. Сюда цепляем плюс и минус куда-нибудь на корпус. После этого у вас откроются все замки. Сможете попасть в салон. Открыл багажник. Ничего интересного нет. Все, думаю, повыгребали по пути. Не по пути где-то в порту работники. Все чисто, идеально. Точнее от каких-то интересных штук сзади. Вот я фильтр положил, который снял. Огромный такой. Еще одна вещь, которую рекомендую всем делать сразу после того, как у вас прибыл автомобиль, даже до постановки на ремонт, это сразу подключиться, раздать Wi-Fi. И чтобы у вас машина какое-нибудь обновление поймала, чтобы на всякий случай уберечь просрочку по сертификатам. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok